Всех приветствую, дорогие друзья, на канале Радиолюбитель ТВ. Сегодня у нас посылка, вот такая большая коробочка от фирмы Blitzwolf. Blitzwolf фирма, которая очень зарекомендовала себя, потому что делает качественную технику. И при этом ее можно купить подешевле в китайских магазинах. Так, открываем коробочку. И, конечно, нас ждет такая вот крутая Bluetooth-колонка модели AS2. Давайте посмотрим комплектацию. В комплект входит небольшая памятка, инструкция по пользованию колонкой. На русском нету, но есть на английском. Также давайте проверим, что у нас в боковом отсеке. Тут небольшие бонусы. Micro-USB кабель и такой AUX кабель с двумя разъемами Minijet. Давайте сначала рассмотрим внешний вид колонки, а потом посмотрим, как она качает. И, может быть, даже разберем, посмотрим, что там внутри. Выполнена колонка в такой вот необычной форме, довольно увесистая, что, скорее всего, говорит о хороших магнитах, которые используются в колонке. На панели управления у нас есть шесть таких кнопок. Кнопка включения, давайте включим ее. Сразу заработал. Колонка стала издавать звуки. Сразу заработал индикатор заряда батарейки. Батарейка здесь на 5200 мАч. Сейчас она заряжена чуть больше наполовину. Также здесь есть кнопка MODE. Кнопка ответа на звонок. Слушайте, например, через Bluetooth музыку. Вам на телефон кто-то звонит. Вы отвечаете и слышите собеседника через эту колонку. Очень прикольно. Многофункциональная кнопка. Play, pause и там другие есть настройки. Ну и регулировка громкости и переключение треков. Плюс и минус. Вот такая вот рабочая область у колонки, скорее всего. Здесь есть динамики, здесь есть. На задней панели есть отверстие для перезагрузки. Слот для карты памяти, чтобы слушать музыку, слешки. Разъем для AUX кабеля. Разъем для зарядки microUSB. И разъем для быстрой зарядки. Подписан здесь DC 18V. Но, кстати, можно заряжать даже блоком питания от 12V. Будет выходить быстрее, чем через USB. Корпус колонки выполнен из пластика, с металлическими вставками. Качество материала очень хорошее. Включаем Bluetooth на телефоне. Подключаемся к колонке нашей. После такого звука мы узнаем, что колонка подключена. И можем слышать и можем слушать треки прямо с мобилы через Bluetooth. Далее просто вырубаем музыку и слушаем. Громкость у колонки очень хорошая. Не сказать, что прям разрывает. Эта колонка очень хорошо подойдет для дома. Когда вы просто хотите насладиться музыкой. Вполне ее можно брать на природу. И танцевать и слушать любимые треки. Разбирать колонку я не стал. Благо ее содержимое есть уже в интернете. И можно посмотреть, из чего она состоит. Во-первых, это большой низкочастотный динамик. У которого есть просто здоровый и мощный магнит. Здесь впереди два высокочастотных динамика поменьше. И даже по бокам есть пассивные мембраны. Все это в сумме делает звук очень сочным, объемным и хорошие насыщенные низкие частоты. У сабвуфера заявлена мощность 30 Вт. Высокочастотные колонки 2 по 5 Вт. То есть в сумме 40 Втная колонка. Если заряжать от microUSB, колонка заряжается за 4,5 часа при токе 1 Ампер. С помощью блока питания на 18 Вольт можно зарядить в 2 раза быстрее. Полного заряда при этом может хватить при прослушивании музыки. На громкость около 70-80% хватит почти на 5 часов. Виктории, например, очень нравится убираться под музыку из этих колонок. Уборка становится более веселая и радует не только глаз, но и уши. Ну и самое приятное, что такую хорошую колонку можно взять всего за 50 баксов в китайском онлайн-магазине Banggood. Ссылку я оставлю в описании под видео. Плюс по моей ссылке вы получите скидку 15% на эти колонки. Очень достойный вариант в сравнении с колонками, конкурентов цены на которых выше. Ну что ж, дорогие друзья, пишите в комментарии, что думаете об этой Bluetooth-колонке. Ставьте лайк, если видео вам понравилось. И подписывайтесь на наш канал Радиолюбитель ТВ. Здесь всегда много чего интересного и полезного из мира радиоэлектроники. Ну а я на этом прощаюсь. Всем пока!